Всем привет! Вы на канале и профи футбол. В этом видео расскажу вам, как подготовиться к футбольному сезону после того, как вы какое-то время не играли в футбол. Из-за травмы или из-за погодных условий, таких как снег, или из-за чего-то другого, особо не важно. Следующим советом вы сможете быстрее набрать форму и быть готовым к футбольному сезону. Но перед началом этого видео обязательно ставь ему лайк, ну и подписывайся на канал, если вы тут впервые. Спасибо, а теперь давайте начинать. Итак, первое, с чего начинают свои тренировки футболисты после продолжительного отдыха, это легкая беговая работа. То есть кроссы, где постепенно наращивают темп и расстояние, чтобы человек пришел в оптимальную форму, и его мышцы подготовились к более сложной работе. Это очень важный момент в процессе подготовки, и наверняка вы часто слышали новости о том, как какой-то профессиональный футболист после травмы только приступил к беговой работе и занимается индивидуально. Да даже я знаю это по своему опыту. Когда я играл, у нас также в команде люди после травм, операций, каникул, сначала просто бегали кроссы. А делается это для того, чтобы восстановиться физически, прибавить выносливости и подготовить свои мышцы к более серьезным физическим нагрузкам. После того, как вы подготовились, обычно это оценивают тренера по тестам, можно приступить к работе с мячом. Если вы не тренировались из-за травмы, например, задней поверхности бедра или голеностопа, лучше исключить упражнения, которые сильно напрягают эти области. Например, удары. И делать только легкие упражнения, отрабатывающие именно вашу техническую составляющую. Самые такие легкие и полезные упражнения на технику это набивание мяча, которое развивает его чувство, венгерка на месте или в движении. То есть, когда вам набрасывают мяч на щечку, подъем, внешнюю, бедро, грудь, а вы должны его принять и вернуть. Различные упражнения на передаче понизу, где нужно и думать, и технически правильно отдавать пас, что является одним из основных элементов в футболе. Как и контроль мяча, легкая работа над которым также должна выполняться. Где вы, например, обыгрываете фишки, но делаете это не на всей скорости, а стараетесь технически постоянно контролировать мяч, чтобы улучшить его ведение и контроль. Также полезна работа над остановкой мяча с воздуха, в движении, всякие развороты с мячом, школы его ведения и так далее. Для командной работы, если кто-то играет в любительских командах, то советую вам играть в квадраты. Сначала лучше стоячие. 5-2, 4-2, 4-1, 3-1. Если вас не очень много и вы больше подготавливаетесь индивидуально, то можно заменить упражнением 2 в 1, или как его еще по-другому называют собачка. Помимо этого следует также работа в тренажерном зале. Но если вы после какой-то травмы, то делайте это осторожно, чтобы не повредить свои мышцы. Вообще вот многие просили сделать видео, как же восстановиться после травмы. Но я так не могу вам этого сказать, потому что нужно знать, какая у вас травма, растяжение это, надрыв, разрыв, ушиб, перелом и так далее. И после каждой назначается свое лечение, свой план восстановления. Поэтому для быстрой реабилитации я бы рекомендовал вам придерживаться всех рекомендаций врача. По подготовке к сезону. Те игроки, которые не получали травмы, подготавливаются к сезону после продолжительного отпуска, например, зимних каникул. То после кроссов они приступают к тем же упражнениям, что и человек после травмы, только делают все элементы. То есть не исключают, к примеру, удары по воротам, всякие игровые упражнения, подачи, отработку завершения, игры один в один и так далее. И стараются делать упражнения в полную силу. Помимо этого к ним еще добавляется скоростная силовая работа для улучшения, так сказать, физухи. То же самое, кстати, делает человек, который уже восстановился после травмы и по самочувствию рекомендаций врачей готов тренироваться в общей группе. Но вообще, а в особенности после продолжительного отдыха, следует хорошо подготавливать свои мышцы к нагрузкам, то есть делать хорошую разминку. Это важно, чтобы не получать травмы. В конце подготовки, а иногда после той же беговой работы, все зависит от тренера, проводятся различные тесты, где оценивается ваш уровень физической готовности. Один из самых таких популярных и часто используемых – это тест Йоя, о котором я уже вкратце рассказывал вам в видео о выносливости. Вот я в общих чертах рассказал вам, что стоит в приоритете подготовки к сезону. Но вообще составить свой план тренировок довольно нелегко, поэтому в нашей группе ВК появилась такая услуга, как составление индивидуального плана тренировок. У нее есть своя стоимость, но я понимаю, что кто-то ограничен в деньгах, поэтому можем договориться. Всем, кто хотел бы ее приобрести, писать личные сообщения сообщества или мне в ВК. На всякий случай есть также Инстаграм. Ссылки на инсту и ВК в описании. Ну и на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока!